Харе Кришна, дорогие преданные! Сегодня тема Прабхупада Раджья. Стиль менеджмента Шилл Прабхупада. Очень интересная тема, потому что нам предстоит воплощать духовное наставление ачарьев в мире, в разных частях мира, что с точки зрения менеджмента требует индивидуального подхода каждому региону, стране, языку, культуре. Это менеджмент. Как это все нам нужно организовывать? Кто-то будет работать в каких-то глобальных масштабах, как член GBC, кто-то из вас, возможно, станет будущим членом GBC, или региональным супервайзером, что практически похожая ответственность. Кто-то может взять ответственность за какой-то регион конкретный, или ядру, или департамент в ядре, не важно, или намахату, бахти, в рикшу. Все это требует управления. Сначала мы зачитаем некоторые положения. Вообще возникает вопрос иногда преданных, нужен ли менеджмент административного управления духовной организации. Слышали, что это не раз обсуждалось. Может быть, он вообще не нужен, менеджмент. И тут мы сегодня затронем тему, почему такие вопросы возникают. Менеджмент не отриманна отчасти варнашем адхарме любого общества. Нет, но если только один менеджмент, как мы видим в мире, ничего не получается. Что же такое духовный менеджмент? Как это все соединить? Но обычно люди понимают, может, какой-то каврифицированный человек, который совмещает в себе то и другое. Но правопады говорили в другом. Совсем не так. Это сотрудничество. Совсем другой подход. То есть, уполномоченная именно организация правопады. Исконно. Не какая-то конкретная личность, а организация уполномоченная. Мы вместе уполномочены подельницами. Кем бы мы ни были. Учеником правопады, или учеником учинга правопады, или очень выдающимся человеком, или не очень выдающимся человеком, не имеет никакого значения. Нет таких полномочий на одного человека сегодня. Но иногда преданных ждут махараджи-притху, когда придут. Что-то в этом. Это вот некая иллюзорная вещь, потому что правопады как раз на сцене совершенно другие вещи, совершенно понятные вещи. Мы сегодня коснемся этих тем. Итак, тут есть цитаты о том, что менеджмент – это тоже преданное служение. Это как, знаете, женщина – тоже человек. Что-то в этом духе, да? Менеджмент – это тоже преданное служение. Вот это открытие для нас. Здесь Шила Прабхупада Киртираджу. Мне лично очень дорогому и хорошо знакомому Киртираджу Прабху. 2 января 1972 года письмо. Нет разницы между повторением Харе Кришны или Санкиртаной и исполнением порученной работы в сознании Кришны. Иногда нам приходится делать огромное количество управленческой, конторской работы. Но Господь Читания пообещал нам, что поскольку век в Кали-югу это необходимо для несения нашего проповеднического служения, Он обещает, что эта деятельность не поработит нас. Интересный момент, да? Господь Читания будет обещал это. Нам придется заниматься в Кали-югу этой организации. Вся сила материалистического общества только в организации. Там нет духовности. В чем же сила? В организации. Они это быстро усвоили. Нашли все ключевые моменты. Исследовали они. Хорошие аналитики материалисты, прекрасные. И создали организации. Но даже, если организация очень могучная, есть примеры, что она все равно разваливается. Не поздно. Даже, если говорить о хорошей, сильной, очень мощной организации, продуманной, профинансированной, с рабочими местами, все там, распределением труда и собственности, сколько формаций меняется. И все равно вот что-то, что-то там не клеится, что-то там не клеится, что-то вот не хватает. Но с точки зрения организации, они превосходят наше движение во много-много крат материалистов. В этом их как бы успех, если он есть. Если надо сделать какую-то работу, то сначала сделай ее, а потом повторяй джапу. Видите? Прямо противоположное наступление. Что касается организации. То есть организация очень важна. Однако минимум 16 кругов в день ты должен прочитать. Спи меньше, если надо. Но положенное количество кругов прочитать ты должен. Это письмо с 1972 года. Стертираж к рабу это как раз сильный менеджер по природе. Ярко проявленный менеджер. Я его знал в те годы. Сейчас он живет в Аллаче. Когда-то он был в GBC по всему СНГ, по всему северскому суду. свобода в менеджменте. Свобода в менеджменте. Ох ты. Свобода в менеджменте. Это тоже преданное служение. Как тут вопрос. Как Шобода устанавливал административную структуру? Два уровня. Местная и региональная. Местная – это президент. Региональный GBC. Местное руководство – это президент, казначей, секретарь. Это то, что пропадло. И региональный руководство – это GBC, его секретари. Региональные секретари. Ну, то, что нам известно, хорошо. Мы это применяем. Письмо Васудевен Нью Вриндаван. 30 июня 1976 года. Мы руководим нашим движением в сознании Кришны с помощью GBC. У нас есть около 20 членов GBC, заботившихся о делах по всему миру. А выше GBC нахожусь я. Под руководством GBC в каждом центре есть президент храма. Секретарь казначей. Таким образом, президент храма отвечает перед GBC, а GBC ответственный передо мной. Так мы управляем. Ну, по сей день, это все. GBC. Весь GBC отчитывается перед правопадой. Решать какие-то вопросы, то без цитат правопады, без его шикши, никаких решений не принимается. Все должно быть основательно, но обоснованно. Все, что мы делаем. Ну, в этом направлении идет постоянная работа. Я вам скажу, эта работа, она превосходит все ожидания в плане значимости личности правопады. С каждым годом все больше и больше вот это значение набирает вес. Кто такой правопады, собственно говоря, это очень трудно объяснить. Малейшее отклонение, все, ничего не получается. Потрясающе. Итак, здесь есть цитата. Это большое письмо, но интересное. Будем читать его, может быть, по частям, даже обсуждать. Это целое письмо как раз вот об управлении. Это письмо было написано Карантхари. 22 декабря 72-й год. 72-й год. Ну, как раз в то время движение оно подтверждалось как организация. А, тоже есть, да? Такие же распечатки у всех есть. Ну, цитаты есть. Но сейчас нужно послушать, потом мы можем разбирать тоже по абзацам. Если мы что-то прочитываем, возникает какой-то острый вопрос, можете руку просто поднять, чтобы я видел, что вопрос уже есть. Хорошо? Я слышал о Джая Тиртхе, что ты строишь грандиозные планы по централизации управления. Налогов, денег, корпоративного статуса, ведения отчетности, кредитования и тому подобное. Что такое корпоративный статус? Кто знает? Корпоративный статус. Что такое корпорация? Корпорация, то есть там есть какие-то отделы, храмы, да, и все это вместе одна корпорация считается. да, когда? Когда? В одной организации, да? Подани в управление, так скажем. Разные, да, вот, корпорации. Вот, Парупада говорит, значит, налоги, что такое централизованное управление? Это налоги, деньги, корпоративный статус, введение отчетности, кредитование и тому подобное. Я абсолютно не одобряю подобный план. Ничего не централизуйте. Каждый храм должен оставаться независимым и самодостаточным. Это был мой план с самого начала. Почему, вы считаете, по-другому? Однажды, ранее, вы хотели сделать какую-то централизацию с вашим собранием GBC. Если бы я не вмешался, все, что мы делаем, было бы убито. Буквально убито. Не мыслите категориями корпоративации, больших кредитов, централизации. Это все поиск нонсенс, глупости, глупости предложения. Нонсенс. Единственная вещь, которую я хотел централизовать, было издательство книг и их распространение. Поэтому я назначил тебя и Бали Мардена это осуществить. У всех остальных случаев руководство и все остальное должно делаться на местах и местными людьми. счета должны вестись, все должны быть в порядке и по закону, но это должно быть заботой каждого храма, не вашей. Это первый абзац. пропад не хотел централизации, корпорации, все было бы убито так, все кончилось. Каждый храм должен быть самостоятельным, самодостаточным. И если рассмотреть этот принцип в ядре, в каких-то более маленьких масштабах, тоже может быть применим. И мы видим, что в мире другого подхода найти мы сейчас не сможем, потому что мировые ситуации очень могут отличаться. Единый стандарт управления совершенно могут противоречить друг другу. Всегда, когда отчитываются GBC, оригинальные секретари или какие-то зоны, или поднимают вопрос какой-то, где нужна помощь административная, скажем, СКОН, всегда там присутствуют юристы международного уровня, которые спрашивают, какие у вас там законы. Все-все учитывается, местные обстоятельства сюда учитываются. И да нужно встать на место этого человека, который отвечает в этой зоне, буквально встать в те обстоятельства и попытаться что-то предпринять. Никак извне не работают руководства. То есть нужно хорошо знать обстоятельства, которые находятся. Если даже взять Казахстан, Западный Казахстан, Северный Казахстан, Южный Казахстан, Восточный Казахстан, разные. Если даже взять Ятру, разные подкузы. Бхакти Великши это одно настроение со всем. Оно сильно отличается от того, что мы видим, скажем, в центрах, или в Гавимесе, или на ферме, или где-то еще. Все, все немножко по-разному развиваются в разных обстоятельствах. Разный контингент привлекается, институт, другой контингент привлекается. Если мы захотим это все сделать под одни стандарты менеджмента, все развалится. Естественно. Все будет кончено, убито будет. Потом пропага предоставляется каждому храму, но что централизовано? Книги, Шикша. С духовной точки зрения у нас самые централизованные организации. Куда бы вы в храм и скол не попали, по всему миру стандарты одинаковые. Та же Макгаларати, Шмадбагава там, Киртаны, распространение книг, все-все то же самое. В этом плане нет различий. Принципы регулирующие эти по всему миру одинаковые. Вот это называется как бы вот единство в разнообразии. Здесь есть вопрос у нас к этому моменту, к этому абзацу. Кто-то хотел бы что-то дополнить, сказать. Тут интересная тема будет разворачиваться, потому что пропага будет объяснять, что же такое духовная организация. Движение сознания Кришны предназначено для тренировки людей быть независимо мыслящими и компетентными во всех отраслях знания. Во всех отраслях знания, смотрите. Все отрасли знания. Что имеется в виду? Если мы чем-то занимаемся, какой-то работой, деятельностью в сознании Кришны, мы должны быть экспертом. Мы тоже в этом знаем. Как? Пропада сказал, что беспечный, да? Сегодня мы слышали преданное и беспечный. Так и есть беспечный. Но здесь Пропада говорит, что это не то время, чтобы быть беспечным. Во время давния может быть беспечным, жить под деревом. Если мы распространяем сознание Кришны, то нужно все-таки учитывать культуру людей. И как распространять? Беспечные и преданные не привлекут серьезных людей в наше движение. Безответственно, так скажем. Хотя по природе преданному это не надо, на самом деле. Все эти дворцы, там, что-то еще. Подогрелы, потом в Майяпуре. Мы можем жить в соломенных хижинах. Это правда. Это же хорошо. Жить просто, нормально. Нас интересует больше, чтобы храм был красивый, а жить можно просто. Простной работой заниматься, но главное все время уделить главное духовному развитию. Но люди не придут к нам в соломенные хижины. В этом плане мы не беспечны. Мы должны построить, что? Майяпур. Он сказал, и вот Майяпур, смотрите, что там строится. Вместо соломенной хижины хижины сейчас Капитолий. Второй в мире, да? Это крупа, так сказать. Ну как это можно беспечно сделать? Ведь собирали пожертвования, это уже 100 миллионов долларов собрали уже, построили. Еще я еще не закончил. 100 миллионов долларов по всему миру. Это не беспечная работа. Это очень серьезная организация. Если бы малейшую беспечность здесь проявили, мы бы не сделали ничего. это всегда касается конкретных вещей, которые нужно вот просто сделать, понимаете? Вот это все надо сделать. И вот тут уже Рупада говорит, если у тебя есть какая-то важная работа в своем мире, то сначала сделаю ее, а потом манты. Мы становимся беспечными, как говоришь на манты. Говорит, нет, 16 кровов, заканчивай все равно мне счастлив. Нет компромисса. Это что касается развития организации с этой точки зрения, с материальной точки зрения. У нас есть вызовы, всегда есть напряжение, как это все организовать, как это сделать. При этом, что у нас не финансируется эта деятельность хорошо. У нас нет таких финансов, чтобы каждому дать хорошую зарплату, посадить на пенсию, там скажем еще пожизненную и прочее. Нет, сделал, все, спасибо, Харе Кришна. Еще я покритикую за то, что задавал. Найдут недостатки еще там. Вот такое у нас движение беспечное, видите. Так, 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 так. Да. Обладывание по поводу дизайна, общий дизайн для всего условно, когда виситие для того покорящее есть, да, есть такие логотипы, конечно, библиотеки логотип есть, аббревиатура Искон есть, храм Искон там проупада профили, по-моему, там есть какие-то логотипы, может быть, даже они еще и создаются, эти единые логотипы до сих пор в каких-то, у футфолафии свой логотип. А чтобы узнавалось, да, это нормально. Иногда это ненормально, потому что, если кто-то знает, что футфолайф кришнеевская сектантская организация, можем поменять логотип, где-нибудь в другом месте. Мы же преследуем не организацию, а духовную организацию, проповедь. Наша задача суть не утрачивать. Формы иногда можем менять. Да? Есть герк. Что есть? Герк. Герк? Да, там считался четыре сегмента лишнего и ленточек кришна сухого вранжа. Вот это да. Надо где-то его здесь укрепить. Хорошо. Движение сознания кришны предназначено для тренировки людей быть независимым мыслящими и компетентными во всех отраслях знания и действия, а не для разведения бюрократии. Как только появится бюрократия, все будет испорчено. Всегда должны присутствовать индивидуумы, старающиеся, работающие и ответственные, соревновательный дух, не так, что кто-то должен доминировать и распределять блага другим, а они ничего не делать и только просить вас, а вы предоставлять. Это централизация, недостатки централизации. Нет, не беспокойтесь о сложностях регистрации каждого центра налогов, сертификатов, становления отдельных корпораций в каждом штате. не беспокойтесь о сложностях. Это натренирует людей делать все эти вещи самостоятельно. И они разовьют надежность и ответственность в этом суть. Надежность в этом суть. Почему пропад так уверен, что они разовьют все это? Сейчас узнаем. А вдруг не разовьют? Я GBC, понимаете? Я же ответственный. А вдруг они не разовьют. Нет, надо какие-то стандарты утвердить, чтобы я был спокойен. Отчетность и все остальное. Хотя в этом ничего плохого нет в отчетности. Но почему пропад так уверен и так доверяет этим новообразовавшимся центрам, только новоиспеченным центрам, еще без опыта какого-то большого? Я иногда наблюдаю теперь особенно в вашей стране, ну тут мы служим внимательно, что наши люди теряют энтузиазм по распространению нашей программы движения сознания Кришны. Иначе почему приходит так много писем о проблемах? Иногда теряют энтузиазм. Это не очень хороший знак. Вся проблема в том, что они не следуют регулирующим принципам. это я могу определить. Без этого энтузиазма будет не хватать. Даже механически следуя, если он получает понимание из лекций, человек придет к точке спонтанного энтузиазма, то есть обязательно. Это спонтанно любовное преданное служение не такая легкая вещь. но если человек строго следует правилам и предписаниям таким, как ранний подъем, повторение 16 кругов мантры, повторение гайдри, соблюдая всегда чистоту, тогда энтузиазм будет расти больше и больше. Если также присутствует терпение и решимость, однажды человек придет к платформе спонтанной преданности, и тогда его жизнь станет совершенной. Все это я сказал вам в нектаре преданности, поэтому я не думаю, что лидеры сами следуют и наблюдают как следуют другие. Это должно быть исправлено немедленно. Вот он менеджмент, видите, духовно в чем заключается. Наблюдать энтузиазм преданных и организация призвана поддерживать этот энтузиазм. Предоставлять служение, конечно же, для этого нужно какие-то проекты делать, осуществлять правопады, занимать преданность, предоставлять платформу служения Кришне. И наблюдать, чтобы энтузиазм не прекращался, потому что если нет энтузиазма, ничего не будет. Уцаха это первое, что необходимо для успеха преданного служения, энтузиазм. Энтузиазм также означает, что человек наполнен верой. Если даже механически следует подобно ритуалам в утренней программе, слушает лекции, у него будет этот энтузиазм. Если из 16 кругов внимательных, обязательно будет энтузиазм. Если у него стабильная джапа, всегда будет энтузиазм. Конечно, энтузиазм можно гасить какими-то зрелищами в интернете, допустим, если человек проводит время какое-то там, конечно, будет притормаживать, гасить энтузиазм. Ему будет труднее джапу, наверное, повторять, ум будет более беспокоен, и несомненно, это так. Но за этим нужно следить. Это руководство. Что предные больше были средствующие на преданном служении. Как? Наше движение должно быть привлекательным для этого. Наши организации, отношений, проекты вдохновляющими, привлекательными и еще успешными. Есть такие материалисты, которые не занимаются им зрелище, даже некогда посмотреть. Они успешно развиваются, они так поглощены, что не нужно все в тюг глупости. Даже согласны в отпуск не уезжать, работают с утра до ночи. Там успех, успех, дела идут, развиваются. Если у нас не будет такого развития, такого успеха, будет только бюрократия, все будет кончено. Здесь есть у нас какие-то дополнения или обсуждения? Да? Да? Руководство должно следить за всем преданным изучением конеца и в преданном служении. Они все равно они будут споя и часто с лидерами. Правильно? Да, здесь пропадок как раз будет писать об этом, как этот лидер поддерживает, что должны делать лидеры до этого. Духовные лидеры как решают такой вопрос. Мы же не можем приказать всем соблюдать регулирующие принципы. Причем это настолько индивидуально. Есть начинающие преданные, есть опытные преданные, есть преданные, которые больше имеют проблем в уме, другие меньше имеют проблем в уме, разные природы. Это тоже требует индивидуального подхода. Опять же не централизованного такого подхода, как мы думаем. Централизованный подход был однажды в четырех регулирующих принципах жесткий. Мы находились в этом настроении лет 15 впервые. С одной стороны, это приносило неплохие результаты, потому что люди становятся очень деятельными, очень смелые становятся люди. Стражает целебат, стены проломят. С другой стороны, очень жесткие, конфликтные, все независимые лидеры. И еще была третья сторона, когда те, кто не мог соответствовать целебату, совершали ужасные вещи хирургическим путем. Это мы даже потом узнали, мы даже не знали, кто-то втайне решался на такие вещи, потому что в этом луговость программы считалась такой, то есть передавили этот момент. Это не было индивидуально сделано, это было наложено на всех такое тяжелое такое наставление, 100% монашество, для греха, для брамачаири, для всех, для женщин, для всех, начинающих неважно. И потом, как признали уже позже эту ошибку, что было передавлено несколько в этом плане, поэтому пострадали люди. Это все руководство, поймите, это тоже духовный менеджмент. Если мы не учитываем индивидуальности, то мы не сможем руководить. Централизация как раз разрушает индивидуальность некую, отход индивидуальный. Либо бывает, что менеджер перегружен так, что он не может за всем следить. Естественно, не может. Что же делать? Давайте посмотрим, что тут пропадает. Пишет дальше. Каждый центр должен остаться независимым. И с этим будет все в порядке, но президенты и другого руководства должны сами следовать и смотреть, чтобы другие аккуратно следовали регулирующим принципам и давали им хорошие наставления, так, чтобы они хорошо поняли, почему эта аскеза необходима. Вот, видите, о чем речь? О знании. Это предан тоже нужно, даже не новичкам, понимание, насколько важны регулирующие принципы. Что это такое, почему эта аскеза так необходима? Какие плоды мы получаем от этой аскезы? очень важно напоминать об этом. Это тоже руководство. И GBC и Саньяси должны ездить и смотреть, как руководители делают это. если наблюдают подобное понижение стандартов, они должны исправить и дать советы. Или если есть разногласия, я должен буду исправить их. Конечно, если приходят новые люди, от них не ожидается, что они будут сразу принимать наши регулирующие принципы на сто процентов. Поэтому мы не должны быть так настойчивы, чтобы вдохновить их жить в храме. Каждый, кто живет в храме, должен согласиться следовать правилам и предписаниям без сбоев. Поэтому если новый человек переезжает к нам, он может быть разочарован, если будет принуждаться подобным образом. Поэтому дайте им жить вовне и постепенно убедиться на лекциях, почему они должны принять некоторые самоограничения. И да, они будут жить с нами без возражений и превосходно всему следовать. Это очень трудно быстро избавиться от такого количества дурных привычек, которые приняты в вашей стране. Поэтому постепенное обучение ста обучения повторением и не будьте так фанатичны, привлекая большое количество новых преданных, если эти преданные уйдут позже, поскольку принуждались слишком рано. У нас тоже это была проблема, много работали по высоким стандартам и не все выдержали этого. Не все были готовы на самом деле, хотя чувствовали себя вдохновленными на самом деле. Но это уже задача руководства знать, к чему это приводит опыт. Так что Крупада говорит, что они могут разочароваться со временем, когда устанут просто. То есть слишком рано еще под такой пресс. Я хочу видеть несколько искренних преданных, а не сумасшедших псевдопреданных и подражателей. Так что мое основное желание в том, чтобы регулирующие принципы соблюдались всеми. Иначе их энтузиазм будет уменьшаться и они снова начнут думать о сексе и станут шакалами. И столько много проблем возникнет. Есть некоторые симптомы того, что главное основное теряется. Главное это быть занятым в делании чего-либо для Кришны. Чего-либо для Кришны. Не беспокоясь о том, что это за деятельность, но быть настолько вовлеченным в делание чего-то очень радующего, преданного, этот человек остается как все время энтузиастом, чтобы преданы были рады это делать, что они делают. что-либо, но с радостью. Он будет автоматически следовать регулирующим принципам, поскольку они являются частью его естественной обязанности. Применяя их практически как свою естественную обязанность, он осознает счастливую сторону регулирующих принципов. Здесь раскрывает насколько этот смысл, связывает эти менеджеры с регулирующими принципами. Не просто с работой, а вот с нашей практикой духовной связывая. Значит, если менеджер-материалист будет думать, где взять деньги, чтобы людей удержать, чтобы они работали, нужно оплачивать их труд, главное, чтобы финансы были, то духовный менеджер будет думать немножко по-другому с точки зрения регулирующих принципов саданных, следований, которые дают нам вот этот энтузиазм, даже неоплачиваемый, все равно мы хотим служить кришному. Вот на этом держится, на такой менеджмент держится наша организация, деятельность. Спасибо. Спасибо. В Майпуре, я не помню, как это был год, пошел на рынок, это был не рынок, ну, рынок преданных иметься. Место было какое-то для лавок, там преданных тоже что-то распространяли, и там был этот преданный из Италии GBC с задним прилавком BBT палатка была такая, и там вот такая вот Бхагавадгита распространялась большая, большая, огромный экземпляр на английском языке. Я так удивился, подошел, вот такая Бхагавадгита большая, говорит, сколько стоит? Бери бесплатно. Такая большая и бесплатная? Да, бесплатная. Ну, хоть что-то, ничего не надо, забирай, тебе надо? Бери. Это приятно. Если захочешь что-то дашь, нет, просто бери. Ты там что, управляешь чем-то? Бери. Для ядра бери. Это преданное. Они хотят распространять. да. Да. Если вы говорите, что он предполагает, что по сути технологиям надо сделать, в случае цены. То есть, там это началось до конца, получить какую-то прибыль, что представится в центре менеджмента. Выгода, и поэтому они не сплатили людей. Мы это знаем. Если вы говорите о духовном менеджменте, то в центре духовного менеджмента может стоять человек, как вы говорите, и видеть его духовность. Но при этом они должны что-то сделать. Например, построить хам, или делать программу, или делать драматику. При этом тоже есть цель, чтобы это было сделано к слуху и качеству. И как удержать это на весе буду хорошо. Чтобы добиться качества? Добиться качества и целей, и вовремя. И в то же время не перейти в эксплуатацию. Потому что, я думаю, что наш мобилистичный опыт получить цель любой ценой, он у нас может присутствовать. Потому что мы уже все пришли за этого мира. То есть, как удержать это равновесие? Добиться целей и качественной их слову, и не передавить на людей. Потому что они работают не за деньги, а за идею. Например, если материалист строит какой-то проект. Смотрите, там важна информация. Мы уже говорили о деньгах, что деньги, конечно, стимулируют всю организацию. Понятно, у них это важнейший стимул. Прибыль и обеспечение людей деньгами, финансами. Работа оплачивается хорошая. И хорошо оплачивается. Они заботятся об этом, иначе не удержат. Но этого недостаточно. Потому что там еще хорошая информированность в организации. Например, какой-то проект. Они прямо выставляют его вот так вот. У всех на виду, понимаете? Даже у прохожих. Вот что здесь будет. А там сейчас заборы, там грохот, там сварка, там что-то еще. Там бетонные мешалки. Но люди видят вот эту вот афишу и терпят. Видение есть. Видите? Так же Бхактюна Атакур сказал. Я вижу там храмы позолоченные. Купола. Вот он, Майякуль увидел это видение. Он нам это видение передал. И мы понимаем, что это нужно сделать на мировом уровне. Потому что видение нам дал Бхактюна Атакур. Какой это храм будет? Если мы не даем это видение преданным, что это будет? Для чего это будет? Как это должно быть? И почему мы проповедуем? Почему мы хотим так шикарно все сделать? Чтобы люди разных классов могли прийти сюда. И даже разные можем сделать. Центры разного типа для разных людей. Но это должно быть точное видение. Тогда преданным уже участвующим в проекте не будут спокойно понимать, что требуется делать это. Какого качества, какого стиля там и так далее. Так что смотрите, у них есть деньги и информация. Они как менеджеры, они очень опытные. Они знают, что нужно коллектив предупредить за месяц до какого-то события. Не так ли, да? Не за два дня там, даже не за неделю, а вот за месяц еще. А потом напомнить несколько раз. И люди готовы, они изучили эту систему. И у нас тоже должно вырабатываться это видение. Если какой-то проект есть у нас, мы должны подключить видение это ко всей ядре. Ко всем, кто участвует в этом или наблюдает это даже. Потому что люди на это видение будут реагировать своим участием. Или мысленно. Знаете, что даже если мысленно будут помогать, уже это будет сильная помощь. А для этого нужно видение. Они должны понимать, что мы делаем для руководства. И для кого мы это делаем. Что-то мы должны делать прямо для преданных. Что-то должно быть прямо для людей. Что-то для проповеди. Что-то для связи с общественностью. Разные проекты. И везде нужно видение, четкое понимание. Что мы делаем. Информация. И это вдохновляющее видение должно быть. Что люди говорят, я хочу в этом проекте участвовать. О, я буду. Вот тогда это будет стимул. А если каждый с разным видением приступает к проекту. Тут, скажем, такой стандарт. У меня другое видение. Я с другим стандартом пришел сюда. Я в деревне жил, скажем, там. Я вот мазал по-другому стену. И тут я мажу а-ля деревня. Тут, значит, у меня два рака. Приходит менеджер преданный. И ругает кого-то. В чем я виноват. Я старался. Просто я не понимал, что нужно делать по-другому. Мне как-то не доверено мое сознание. Да, ферма началась только. Мы сидели с говеном гаражем. Он собрал старших всех преданных там на улице. И они только начали еще небо ничего построить. И что-то обсуждаем там у нас. Как этот проект развивать там и так далее. Вот. И вдруг огромное дерево, карагач неподалеку, валится с грохотом. Падает. С грохотом. Значит, треск, шум. И тут весь совет ядр, значит, сидит во главе с GBC. И тут дерево падает. Большущее. Все туда поворачиваются. Что происходит? И оттуда выглядывает преданность с пилой, значит. Он просто решил, что это дерево мешают там. Вид заграживает. И сам просто взял с энтузиазмом, понимаете. И спилил его. Это огромное дерево, карагач. Наверное, мой гараж был в шоке вообще. Мы тоже были в шоке. Это дерево росло десятки лет, понимаете. Какой-то энтузиастичный вайшнав, понимаете. Начинающий с преданностью спилил дерево под корень. Ну, видите, у каждого есть свои представления, понимаете. Они как бы невинные, эти представления. Мы их не критикуем. Но если мы говорим об организации, нужно организовать эти наши представления. И для этого существуют разные проекты. Самый высокий стандарт, конечно, это храм. Вот это место не храм. Здесь не будет храмового стандарта. Вот тут мы сейчас алтарь поставили, храм. Потом сцену откроем, это будет театр. Потом закроем, будет Киртан холл. Ну, и все что угодно. Может быть, тут чья-то свадьба у преданных пройдет. Не знаю. Может, в другом месте. Я не знаю. Это просто такой холл для преданных. Для наших программ. Разных программ. Храм – это самые высокие стандарты. Здесь видение должно быть четко, если мы строим храм. Там никаких ошибок не должно быть. Здесь было вот такое видение. Мы сделали это видение, воплотили. А гостиница – это другое видение совершенно. А ночлежка еще должна быть. Не пятизвездочные. Там спальные мешки будут свои на пенках. Холл такой, может быть, будет. И два туалета. Можно 20 человек сразу заселить туда. Бесплатно вообще абсолютно принять. То есть разные стандарты, разные подходы. Все это есть. Есть бесплатная пища будет. Есть платная пища будет. Какие угодно. Все, что угодно можно делать. Но нужно понимать, зачем мы это делаем. Почему здесь платно, а тут бесплатно, допустим. Ты должен ясно осознавать, что происходит в нашем движении, для чего мы это делаем. Тогда все будет хорошо. Это информация. Так. Это тоже забота управления. Что касается информации. Это сайт существует. Вот его нужно развивать. Для информации других, для проповеди тоже. Все это нужно. Работы много в этом плане у нас. Да. Да. А заканчивается тем, что это должно быть менеджер, должен повесить к тому, что его команда принят эти аскезы как естественные, получается. Да. Это вопрос проповеди, что лидер должен вот проповедовать так убедительно, так хорошо, чтобы все подчиненные, преданные подчиненные, менеджериально подчиненные имеется в виду. Они не подчинены Кришне все, но менеджериально подчинены руководителю. И от него получают вот это вот видение регулирующих принципов, как это связано с нашей деятельностью. Законы менеджмента не меняются. Мотив меняется. Если здесь говорится о незаконном сексе, они будут думать о сексе. И что же тогда? Они станут шакалами, будут что-то воровать. Шакалом не работает, он ворует. Смотрит, где там что-то, какому-то сильному лидеру подходит, а остатки доедает, питается его остатками. Они станут шакалами. То есть стимул материалистов – деньги, но на самом деле секс. Потом деньги. А здесь у нас регулирующий принцип – нет секса. Тогда какой стимул? Сознание Кришне. Значит, нужна проповедь. Вот там проповедь не нужна, потому что там, естественно, биологическая потребность, она управляет. Им не нужны веды для этого, регулирующие принципы. Там биология, сама природа их направляет, поощряет и наказывает вечно. Они в этом цикле и находятся. Им нужна аюроведа, они свою медицину реактивную создают, непроактивную. Когда уже человек умирает, его лечат. Так их природа, видите, ведет жестко. Жестко. У нас другой подход. Регулирующие принципы – значит, нужны проактивные вещи. Мы должны видеть, что мы делаем, для чего делать, верить, двигаться туда, чувствовать. Это наш стимул. А иначе, говорит, станут шакалами. Начнут думать о сексе, станут шакалами. Сознание имеется в виду. Так что будущее сознания Кришны очень светлое до тех пор, как руководство будет оставаться бдительным относительно чтения 16 кругов. Каждым, что все встают до 4 утра, посещают мангалы арати, наши лидеры должны быть осмотрительными, чтобы не убить дух служения с энтузиазмом, который индивидуально, спонтанно и добровольно. Служение – значит, индивидуально, спонтанно и добровольно. Они должны всегда создавать какую-то атмосферу свежего вызова у преданных, так что они будут соглашаться, вставать и встречать этот вызов с энтузиазмом. Это искусство управления – вызывать дух спонтанного жертвования какой-то части своей энергии для Кришны. Но где взять так много экспертов-руководителей, пропадает этот вопрос. Все мы должны стать опытными руководителями и проповедниками. Две вещи – руководство и проповедь вместе должны. Согласованы, очень согласованы. Любой руководитель, когда приезжает саниаси, гуру приезжает, обычно руководитель объясняет, что тут, какая обстановка здесь у нас, в нашей ядре или в этой общении. О чем бы хотел попросить руководителя проповедника говорить, какую тему раскрыть. О желании свои всегда говорить. О чем сейчас преданных думать, какие у них сложности сейчас возникают. Скажем, много работы, да, сейчас у них там сжапать сложно, там они иногда устают. А нам нужно все равно трудиться, как-то закончить все это. Они уже выжигаются. Помогайте нам, пожалуйста. Нам сейчас трудно. Или у нас мнения расходятся сейчас, очень острые проблемы возникают в отношениях. Пожалуйста, в этом тоже помогите. Вот такие и такие есть противоречия. Все это выкладывается менеджером. Также конкретно об учениках, если он говорит духовному учителю, о которых он знает, что он знает. И проповедник слушает и проповедует в этом направлении, чтобы как-то это все примирить, как бы вдохновить, поднять на духовный уровень. Значит, менеджеры, они всегда будут сталкиваться с трудностями, потому что все трудно сегодня делать в Кали-Югу. Все трудно сделать. Нелегкая работа. Руками преданных мы почти ничего не сможем сделать. Руками преданных. Мало что можем сделать. Что преданных быстро устает, если у него там плохая джапа, недостаточно вдохновения, он все плохо чувствует. И он может терпеть до какого-то лишь предела, а потом не может терпеть. Если нет какого-то еще материального стимула, да. Поэтому нужно находить различные способы, как осуществлять наши проекты. Как все это выстраивать технически, как людей нанимать иногда нужно будет. Не преданных совсем. Просто людей нанимать. Бригады какие-то. Разные способы. Но преданных надо беречь. Да, и есть ли какая-то здесь у нас тема. То есть это искусство управления. Вызывает дух спонтанного жертвования какой-то части своей энергии для Кришны. И вот он говорит, где же взять таких руководителей. Все мы должны стать опытными руководителями и проповедниками. Мы не должны гнаться за комфортом. Или становиться самодовольными. Вот сделали, теперь мы довольны. Нет. Всегда должна присутствовать какая-то тапасья. Твердо придерживаться регулирующих принципов сознания Кришны всегда должно быть вызовом. Большое достижение будет обретено добровольным желанием делать это. И мы будем стараться держать это настроение здоровым. Так что вы, большие руководители, должны стараться тренировать больше и больше компетентных проповедников и руководителей. Таких, как вы сами. Забудьте о централизации и бюрократии. Это письмо Карантхари 22 декабря, 1972 год. Ну, можно немножко обсудить эту тему, пожалуйста. Микрофон сюда. Так, вот хотелось бы просто, если тема сеть руководства Прокупады, понять и пообуждать причину Прокупады писал в это письмо. Какая у него была цель. Причем, так как мы ее окружаем с руководством, понятно, что цель этого письма была не... Ну, естественно, еще раз напомните о наших принципах. Но как руководителя его цель была, ну, как мне кажется, положить конец централизации. Он с этого начал и он и все закончил. Что об этом нужно говорить. И в этом как бы вот Прокупада весь проявляется как руководитель. Да, он начал с самого главного. Он рассказал о том, что если будет все зацентрализовано, то даже это скажется негативно на регулирующих принципах. Потому что это будет дематерировать людей. Потому что цели будут приходить не от них, не от их ядра, не от их общины. А цели будут приходить от Каранкари, который был в GPC. И, таким образом, Прокупада говорит, что в этой не правится. И тут, с одной стороны, Прокупада делает... Он вообще построил... Он был глобалистом, да? Один из первых глобалистов. Вот уровень пенсиколога, прококолога. Он построил глобальную организацию. Но он сразу понимал, что нужно давать на местах свободу. И GPC, судя по всему, они получили полномочия, руководство. И они решили... Почему было письмо на месте? Они решили, что они будут управлять... Каким образом? Что все храмы Прокупада... Тогда открывались храмы, да? То есть не было общин. То есть все, кто присоединялся, они начинали жить в храме, да? Поэтому покупали музыку с понятием храма. Но они решили GPC, что они будут управлять как филиалы. Что это их филиалы. А централизованные финансы, централизованных... Они решают, где ставить храм, куда направлять. Финансы, которые зарабатывают... Допустим, это я-то, они идут туда, и они вот говорят, что вам нужно. Они рассказывают людям, что им нужно. И когда говорят, что так не пойдет, это будет демотивация. И преданные сами должны регистрировать свое общество. Заниматься всеми проблемами. Заниматься конфликтами, которые здесь происходят. И решать от этого все. И это вот поле деятельности, которое нам дается для того, чем занять свое время между сопределением регулирующих принципов и чтением ЖАП. То есть вот это вот не должно входить наверх. И таким образом мы здесь понимаем, что Прабхупада, он перебил океан. И как бы начал это движение для того, чтобы создать искон, а не для того, чтобы создать GPC. GPC была создана после, и GPC для икона. Для того, чтобы просто-напросто это не развалилось. Все именно с духовной точки зрения. И он в середине вот письма и дает задание, да? То есть вы должны следить за стандартом, которым нас объединяет. Как вы вот сказали, что это... В каждом раме у нас есть централизация какая-то есть. Это наши программы, это наши книги, наша гилософия. И вот за этим вы должны следить. А все остальное вы должны отдать вот этому руководству, как служение для тех предметов, которые живут в господинах, городах и тому подобных. Давайте обсуждаем дальше. У кого есть какие еще? Я хочу еще раз сказать о том, что мы сейчас делаем. То, что мы делаем с канцем. Я так много экспертов руководить. Продолжаю, да? И здесь все равно напишут. Я ничего не понял. Как-то не особо понятно. Но вы должны, вы должны, вы должны. Но все-таки, смотрите, мы руководители, да? Здесь все собрались. И основная задача, как мы здесь ездим с письма, это вдохновить своих брендов, да? О том, что пойми. Ну, значит, читаешь шансов лучше. Через 24 утра оставай. Вот, потому что написано до этого года, да? И мы знаем, насколько это дежелое занятие для руководителей. Потому что, как только, ну, с каким-то образом начинаешь, ну, в этой направлении с прежними общаться, то там будут. То есть никто тебе не скажет, насколько я пою, да? Никто тебе не скажет, как тебе, насколько я читаю, да? Ну, сам говорят. И еще, может, там обиды быть. И где вот эта вот золотая серединка? И как вот, то есть вот это вот то, что... Как вот, где взять эти эксперты, или как стать самими этими эксперты? И как стать самими эксперты вот в этом, в этой области? Как вот, можно было покровно? Потому что, я вообще не понял. Вот, сегодня эти фразы просто по имперевод, после того, что там, или я, не знаю, где вот, через упадок объясняется. Где же взять экспертов, и дальше он пишет? Давайте попробуем обсудить вместе, да? Но где взять так много экспертов, руководителей? Все мы должны стать опытными руководителями и проповедниками. Это начало, да, объяснения, руководителями. То есть мы должны, как теперь, да? Мы должны стать такими. Где взять, ну, из нас, говорит, из вас. Из нас, с вами, говорит, мы должны стать. Больше их негде взять. Не продаются нигде, нет институтов, которые дипломировали бы их. Это вот из предоков. Как получить теперь? Мы не должны гнаться за комфортом. Это для лидеров очень важное наставление, чтобы наш энтузиазм тоже поддерживался, наша духовная сила тоже поддерживалась. Мы не должны гнаться за комфортом. Лидеры, кстати, лидеры могут быть неплохо устроены в жизни. Знаете, да? Их поддерживает общество, допустим, там, жертвы не могут давать, как-то заботятся они. Они заботятся. Прежде всего, старшие вишнавы всегда лидеров созывают, там, как у тебя дела, там, все. Могут позаботиться об этом. И вот это комфортное может быть положение с этой точки зрения, что человек может быть устроен. Как лидер, о нем есть забота. Вот и не нужно гнаться за этим комфортом или становиться самодовольным, что я общаюсь, скажем, с духовными вчителями, общаюсь с GPC, я тут управляю храмами. И вот я на этом уровне имею вот такое общение, на таком уровне я живу. Я доволен этим и все тоже должны видеть, что я на таком уровне. Могу с гуру общаться лично. А вы его только через меня отпустите. Это тоже самодовольство называется. Вот этому нужно остерегаться. Раз всегда должна присутствовать какая-то топасья, то есть лидер на себя должен брать какие-то усилия очевидные делать. Например, как GBC говорят. Если вы духовный лидер или гуру, или шикша-гуру, или GBC, очень хорошо, чтобы преданные в ядре видели, как вы джабу повторяете вместе. Вместе участвуйте в программах, вместе соблюдайте кадры, чтобы видели вашу аскезу, видели, что вы вообще делаете, чем занимаетесь. Если пишете книги, то где ваши книги, чтобы преданные видели это все. Результаты вашей какой-то еще аскезы, вашей работы, на виду быть, это все также очень стимулирует, сближает, как бы одухотворяет, дает силы. Твердо придерживаться регулирующих принципов. Вот видите, сознание Кришны всегда должно быть вызовом от лидера этой исходи, что у него всегда есть какое-то предложение, какая-то вдохновляющая какая-то сила. Что-то улучшить, что-то сделать, или что-то доделать, или о ком-то позаботиться, или показать на то, что вдруг не заметили. Да, вот лидер должен быть таким вот человеком внимательным. Вот несколько положений, которые пропадают и вспоминают. Можно обсудить подробно как. У меня вопрос, да. сейчас здесь идет. Я буду, касательно и тем, но здесь, что угадывает на разный типов руководства, два, региональные места. У меня вопрос долгое время был, но не могу ответить назад. Доказательства технического развития движения в спорте, как я говорил, есть, например, как вообще можно ли быть сопоставимым на региональное видение, как мы там сидим, а не сам? То есть в моем видении, где все это региональное, значит, есть не сам. Вместе о том, что регионное ставится. И это как бы не идти, значит, что пропадает. Соответственно, есть и в другое видение, значит, готовность местная или региональное, оно будет не участвовать. Под региональным, ну, что я имею в виду, пассивно пропадает, не всегда сделано больше, но в практике есть, да, и в органы, например, реализация. Вот как здесь оно будет правильно все сопоставимым делом, чтобы разные виды статей, и не наплазбливать в другую, и их там, чтобы не пропадать. Все это дальше, спасибо. То есть здесь я понимаю, что ты три ума, дебюси, дебюси, потом, значит, руководящий орган, допустим, ну, вот, допустим, совет, и актив, да, вот, ну, пункт, ну, три уровня здесь находятся, да, и как вот это взаимодействие должно быть, вот трех этих уровней на основе, вот, что Шрилл Труппада здесь говорит, каждый должен самостоятельно быть. То есть, значит, с одной стороны, GPC, значит, как-то должен, ну, направлять, да, совет должен как-то организовывать, да, а ты должен каким-то образом, ну, воплощать все это же и ниже вредные вопросы, которые, значит, берутся за какие-то служения. И как вот эти вот уровни, они друг с другом должны работать, с одной стороны, это организация, да, это какая-то структура, а с другой стороны, как мы говорим, здесь должны дать самостоятельность каждому преду, чтобы каждый предный мог выполнить какое-то служение, да, которое его вдохновляет, как-то здесь как-то, неважно, какое оно, важно, что оно его вдохновляет, да, допустим, съели он, все, как кого-то, кто-то не знает, и кто-то не знает, вот. Ну, я немного другое мое веду, вы как бы передали такой ракурс вертикальный, а я вот, ну, немного горизонтально, да, что и так и так, здесь у нас местное, оно не важно там, как внутри или местное все происходит, но оно одном и целом, да? А есть что-то, что не местное, и оно как бы вот ездит отсюда, да? Приезжают и говорят, вам нужно подбить, куда ехал. Понял, да? Да. Уроды нельзя, черного нет. В общем, вот это было. В обсуждении никогда не черного. Может вопрос, что да. Вопрос, например, если у Министерства Свероохранения по программам раньше не хочется сказать, тогда надо всем при этом идти. Ну, а не надо, например, сами решать. Какие-то такие моменты. Как они учитывают, кто из всей семьи? Ну, то есть вопрос может ли кто-то со стороны сказать? Да. Ну, это же вопрос именно, это же руководство решит, это же хоть и в Министерстве с комитетом решит, Рекомендации, да? Какой-то вопрос рекомендации, да? Ну, либо рекомендация, либо прямое на самом деле. Спасибо. Ну, Шелка Купада в этой песне говорит, что может быть рекомендация, а что не может быть рекомендация? Это четыре регулирующие принципа шестнадцатого года. Если кто-то говорит, что всем нужны дети полосы, это странное объявление. Не важно, какую должность он занимать. Просто странное объявление, больше ничего. К чему пришли? Пока обсуждаем. Давайте активнее посмотрим. Мне кажется, общая вещь, чтобы мы работали в детстве в Министерстве, но все равно общая вещь, это будет, это все. Потому что у нас как бы стандартные отличаются от всего региона, и у нас свои могут быть стандартные. Нужно активнее, нужно вырывать видеокинадный микрофон, отталкивать его. У нас из-за того, как микрофон валить на пол, отбирать. Нужно как-то, чтобы интереснее было. Я сейчас разогреемся. Сейчас разогреемся. Я, когда читаю письмо, сравниваю корпоративные управления со временем. Это несколько роботизированное. Оно делает человека как робота. Это очень модный процесс управления, где каждый день расписывает этот человек. при таком символике, или если что-то, при таком так, но он теряет свою личность. И если, допустим, у кого-то ситуация будет с ним, то он теряется. Потому что его не учит нас уже. Он есть с которыми. Так это ситуация, когда с другой стороны зайдем. Мы видим, что в каждом периоде присутствуют какие-то свои деревья, свои свои животные. То есть гумия, неправда, прогресса. Разные межности. Сочетание гумий раздается в разный эффект жизни. То есть, у них есть одна жизнь, а форма – разная. И, допустим, когда мы берем одну форму, сажаем в разных условиях и говорим, давай бананы не обращаем. Ну, климат, эти условия не позволяют. Тогда мы говорим, ну, хорошие растения, сладостные. Но здесь это не будет. Так как общие условия, они не позволяют. Если мы, допустим, скажем, во всех странах будем ращивать только на нас. То есть, у нас это цернамит. Минирование. То есть, здесь другие немножко сочетания гумий. Мы не можем просмотреть сами за чувствуешь. Всегда в каждом людям. То есть, мы, в частности, мы правильно везде поставим в каждом. Но, ты и деканку, ты и как ее скана? И так действует, ты и деканку так, и так, и так, и полно селедет, и так. То есть, полностью создает стильный. Это будет разные называемые все. А если, ну, причем их установить, то есть говорится, что в обществе такого нижнего таких, то нужно понимать растения. Нижнего, светлого, еще что-то в общей принципе. Ну, при этом, ну, в разных условиях, но, как бы, разные растения. То есть, формы разных, а спиртцы, да, не стоят с одной. То есть, там, ну, как бы, там даже, ну, по словам, сами. Сами, которые связаны с спичной жизнью, у них свой такой оценок. Сами, которые занимаются, допустим, ну, преподаванием, не стоят сам. Но при этом содержание, это общее, остается, ну, полно. Да. Да, да. Сюда. Спасибо. У нас случается вот только проблема в нашей жизни. Но вопрос о эпидемии. Мне кажется, вот на вопрос о эпидемии, как о коробине сих пор, у вас может спросить человека и сказать, а сколько ты в том числе, а сколько ты в стоишь. И только при каких-то конкретных, таких доверительных отношениях. А если ты менеджер, и мы все люди, тебе так хорошо знакомы, и ты понимаешь, что практика у меня страдает, поэтому мы не будем быть энтузиастом. И здесь, мне кажется, все вопросы по поводу берет, здесь находим опыт. Ставить опытным руководителем, это ключевой момент. Почему опытным руководителем? Почему я вижу смысл? Он сам считает, что он имеет опыт, когда он падал, когда он поднимался, что ему помогало. Вот он, когда видит другого человека, даже пусть его не писала. Но, мне кажется, уже требуется, вы сразу говорите, но ему вот это совпадает. И это почему? Потому что есть опыт. И здесь еще надо, раз менеджер, то он должен, как ему сказать вот эту фразу, что допустим. Пришель, пятую голову, поговорить другую. И другую ему надо это сказать. Я что-то не понял. То есть, опыт надо уметь действительно увидеть, что в нем страдает. А так как опыт есть еще и знания получать, то он должен помочь и увидеть, не говоря ему, где он страдает. То есть, вот очень важно довести действительно духовный менеджер, он должен довести, чтобы у него вот эти принципы и шестнадцатого года поднимались. И мы не только должны их строить, да, но и еще уметь во время строительства поднять их, вот найти их на этот опыт. Или нам опыт было тоже, как сладость, что я смог вот с этим справиться, вот с этой, вот не могу вставать в четыре утра, ну давай в шесть-пятнадцать. И потом, а за этим же что-то стоит, и вот менеджер должен духовному, он должен помочь. помимо профессионального менеджмента направить, там сказать, чтобы стройка расстроилась, он должен все доверить. Я думаю, вот этот ключевой момент, когда мы видим, ну это я, мы видим, что вот надо суметь в нем увидеть, что где он страдает. Вот это опыт, ключевой момент. Опытный руководитель. Опытный руководитель. Вот здесь можно долго рассказывать, вот такой руководитель. на мой взгляд, ну и конечно же не гнаться за комфортом, становиться самодовольным. Если сам руководитель уходит, то у нас есть, да, то есть от чего мы можем отказаться и что принять. Вот здесь же группа говорили, что нужно принять, стать руководителем. А чтобы стать, отказаться. Становиться самодовольным, гнаться за комфортом. Да, я согласен, менеджерон. Ну, обычно же это шатрик, да? А у них это, в первом году все красиво. А, ну, что касается вопросов временала, чтобы вертикально и горизонталь сходилась, и чтобы не было нагрения. Вот, ну, мне кажется, вот здесь вот есть такие ключевые моменты, что у вас будут эти желания, я хочу, у них эта фраза была, сверху могут нам приложить шахты. Ну, мне кажется, всегда остается право, вывод. И здесь даже если мы взялись, ну, и справились, тот опыт, который нам даст в дальнейшем. То есть, если что-то идет сверху, то снизу имеет право сказать, давай рассмотрим, как ты это видишь, помоги мне. И насколько у нас, во-первых, это возможно, потому что есть вещи, которые не сразу возможно вообще сделать. А теперь, я предупреждал проявление, там, для него акта, в чем-то серии, потому что ты здорово провести сикваре 3, да, джапваре 3. Но это пока идея, и когда они реализуются, неизвестно, потому что там еще не готова, вот здесь. Ну, это, естественно, группа. Ну, вот и так вот. У нас нет языка, где будут. Зубни, не будет. А может, я заперем все к ним? Забыли. Большой. Нет, нет. Молодец. Смотрите, может быть, там спуститься на темы еще ниже? Что мы хотели бы видеть? Актив, совет, депи-си, чтобы друг друга проставлять. Потому что в этом направлении мы учтем. Потому что, может быть, это и так. Что-то начинает. У меня здесь. У меня здесь. У нас была последняя тема — это оригинальное управление и местное управление. Соотношение их. Есть стандарты, известны всем во всех ядрах, но обстоятельства у всех разные. Где-то они уже поддерживаются, скажем, здесь какие-то центры проповеднические, или даже храмы, и там держится стандарт. Где-то нет этих храмов, нет центров, есть намахаты, есть что-то другое. Наша задача — повышать стандарты, где их, скажем, в развитии находится. Это оригинальное управление. Для этого ядры могут общаться тоже, оригинальные какие-то советы, соревновательный дух. Ядры начинаются, но у них есть пример, скажем, развитой ядры, с которой они общаются тоже, видят, что там происходит, как это достигается, какие там преданные, как они проповедуют, как они себя ведут. То есть они вдохновляющую силу принимают оттуда. И тоже они подтягиваются таким образом через общение. То есть это забота. Суть в чем, что наши отношения в Исконе основываются на двух принципах отношений. Стандарты стандартами, отношения на двух. Это любовь и доверие. Но проявляются по-разному эти любовь и доверие в разных ядрах, в разных организациях. Например, здесь в письме Прабхупада говорит о централизации. Почему? Не нужно. Это не доверие. Это не любовь. Это тоже то, что Прабхупада говорит, любовь и доверие, но на уровне уже большой организации, скажем, когда есть ядры и прочее. Но принцип тот же самый. Вот мы этот принцип и развиваем. Любовь и доверие. И забота. Поэтому нужно знать, если мы говорим о регионе, как вот в этом регионе, что происходит, то, что мы с ребенком должны общаться вместе. Это и есть управление региональное. Общение, организовать такое. Сейчас мы организовали, скажем, лидеров вот Алматинской театры, да и области. Так я понимаю. А также организовывали и региональное общение, когда лидеры с разных театров приезжают вместе тоже, чтобы общались. Тоже каждый рассказывает, отчитывается. И другие смотрят тоже, учатся чему-то или помогают друг другу. Приезжают потом, знакомятся, взаимодействуют. Все это нам помогает развиваться. Все это управление. Региональные фестивали также помогают. Все, что мы, собственно, и делаем. Но без централизации. Это помощь, служение. Любовь и доверие в основе. Две вещи. Всегда. Так, все же, что, мы должны закончить? Так, ну вот там был вопрос, и мы как бы не дали возможности. Ну, ты отобрал микрофон, говоришь, я не веду. Надо было применить какой-то прием, что ли. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok